Экстра бал, вы смотрите самый народный топ в мире, топ 5, дай 5, и с вами я, ваш любимый видеоблогер Ли Переоцененный Кей. Совсем недавно вы очень бурно отреагировали на выпуск по факту, который был посвящен переоцененным вещам. И там были такие вещи и явления, как секс, еда, модная одежда и сама жизнь. И мы решили, почему бы не сделать топ 5 недооцененных вещей и поподробнее рассказать о них. И, кстати, подождите первое место, вы будете удивлены. Итак, топ 5 недооцененных вещей и явлений. Let's go, let's go, let's go, let's go! Начнем наш топ с вещи, если так можно, конечно, про нее выразиться, которую ты называешь пенсионеркой. Это та вещь, отказавшись от которой ты ходишь и гордишься. Это телевидение. Место номер 5. Сегодня принято поливать телевидение всевозможными красочными эпитетами. Конечно, в нем есть свои недостатки, причем серьезные, в виде пропаганды и наитупейших шоу. Чего достаточно и на ютубе, кстати. Эта ненависть телевидения среди молодежи стала настолько обыденной, что создается впечатление, что отдельные личности, в кавычках, не любят его просто по инерции. Потому что все не любят. В рот я е**ал, ваш первый канал и второй канал тоже в рот. Уже даже и о плюсах телевидения заикаться страшно, но когда меня это останавливало? Пожалуй, главным плюсом телевидения является ограниченный выбор, как бы парадоксально это не звучало. Выбор, конечно, там есть, но он не сравним с тем же ютубом. Нам дали полную свободу выбора, но мы пересмотрели все диск-челленджи у стены и считаем, что в этом мы прогрессивнее наших родителей. Ютуб рекомендует видео, основываясь на том, что вы смотрите, поэтому подсунуть вам что-то стоящее и что самое важное новое для вас, он вряд ли захочет, да и сможет. В телевизоре, напротив, вы можете случайно попасть на какую-либо программу, которая вас просветит в разных вопросах. И при помощи телека вы можете открыть в себе, что вам нравится та или иная сфера жизни, о которой вы даже не догадывались, но телевидение открыло вас это любопытство. Вы можете случайно наткнуться на фильм, который не стали бы скачивать из-за одного недовольного комментария, но который мог бы вас сильно впечатлить. Прежде чем с такой уверенностью хаять все телевидение, сначала все-таки лучше взвесить все за и против. Да и в старости вам ваши дети скажут, мои предки смотрят только ютуб. Вот сталый я от элита уже давно отказался от ютуба. Вечное повторение. В игру нужно играть в гостиные, а не смотреть, как их комментируют другие. Ладно, дедуля, мы это запомним. Продолжает наш топ вещь из будущего, которая должна перевернуть экономику. И несмотря на то, что вокруг нее сейчас очень большой ажиотаж, она все еще недооценена. Это криптовалюта. Место номер 4. О криптовалюте сказано уже много. Все более-менее молодые люди плюс-минус понимают ее преимущества. Но либо все равно с ней никак не взаимодействуют, либо рассматривают ее как спекулятивный способ заработать привычные всем современные деньги. Купить на какой-нибудь бирже валюту подешевле, и если повезет, продать ее подороже. Кто-то даже ради такого потенциального заработка тратит последнее, либо берет кредит. Но это как бы уже совсем клинический случай. К сожалению, сполна ценится криптовалюта лишь на черном рынке, как раз из-за ее плюсов, которые должны вытеснить современные деньги. Суть крипты не в перепродаже, а в использовании, в платежах. Когда люди начнут ее использовать сполна, мы избавимся от вечных отслеживаний наших операций, высоких комиссий и долгих, очень долгих транзакций. Не нужно будет бояться, что кто-нибудь спросит за то, что ты перевел сумму валюты куда угодно. Никто не заморозит счет и не арестует тебя. Как раз таки поэтому правительству и не особо выгодно продвижение криптовалюты. Но в случае, если среди обычных людей она начнет заменять доллары, люди наверху с этим ничего поделать не смогут. Пока правительство разных стран не знает, к чему конкретно отнести криптовалюту. На третьем месте у нас то, от чего страдают, как им кажется, дети. Но на самом деле они этого никогда еще не испытывали. Это одиночество и это неодоцененная вещь. Одиночество. Почти всегда это слово преподносится с негативной окраской, но так ли одиночество плохо? Конечно, мало приятного, когда покидает близкий человек, особенно если он умер. Но стоит понять, что он уже не испытывает никаких страданий, а значит и горюющему не нужно вешать нос. А если речь идет о живых людях, то я тем более не понимаю, как можно убиваться. Не нужно цепляться за отдельных людей и потом их ненавидеть. Людям свойственно предавать и уходить, такая природа. Но в одиночестве есть столько положительных моментов, что даже не ясно, что еще лучше. Ты предоставлен себе полностью, у тебя нет человеческой зависимости, которая, наверное, даже может быть сравнима с наркотической. Ты сам не причиняешь дискомфорт близким. Главное в этом всем быть интересным собеседником для самого себя. От себя ты не уйдешь никуда, как бы не менял все вокруг. Человек в природе рождается один, умирает тоже один. Так зачем в этом промежутке цепляться за того, кто случайно попался тебе на пути? Одиночество недооценено. Моя семья в Афлориде, а я в Нью-Йорке. На втором месте у нас, опять же, вещь, ну это не вещь, это скорее явление, благодаря которому мы с Костиком можем стоять в лесу спокойно, снимать видео. Ты сейчас сидишь у себя в уютной квартирке, в своей синей майке, ешь кашу, смотришь видео. То есть тебе не нужно думать о том, где взять еды и, блин, не убьют ли меня сегодня. Это закрытые инстинкты, и мы это недооцениваем. Место номер 2 Интересно, почему у нас столько людей борются за права толстых, геев, животных, женщин? Возможно, потому что у нас закрыты основные инстинкты, и это мы не ценим. Нам не нужно думать о еде, достать ее относительно просто, не так, как раньше. Своё жилище охранять тоже не нужно, зимой тепло идет автоматически, вопрос безопасности тоже вроде как закрыт. Да, довольно часто людей нужно охранять и от полиции, но вроде как полный произвол себе позволить пока никто не может. И когда ты идешь по улице, плюс-минус ты понимаешь, что сейчас не будет тебя убивать каждый прохожий. И вот, имея это все, мы превратились в городских бездельников, которые думают, что полуфабрикаты падают с деревьев, поэтому нужно заниматься такими вещами, как отстаивание чьих-то прав, и не всегда людям, правда, нужно, чтобы их права отстаивали, и самовыражением путем чего только можно, татуировки, дорогая нелепая одежда и странное поведение. Вы только представьте, если бы нам до сих пор нужно было бы биться за землю, где есть возможность вырастить еду. Один только этот фактор убрал бы 99% защитников всевозможных прав и прилично бы снизил доходы компании Apple, если бы не обанкротил ее. Так что не надо думать, что наши закрытые инстинкты это что-то самой разумеющееся. Закрытые инстинкты это недооцененная вещь. Ну и на первом месте у нас то, что было на первом месте, хотя там мест нету, но ты понял, в передаче по факту про переоцененные вещи. Там это была жизнь, и тут тоже жизнь, недооцененная вещь. Свободную, можем говорить за, можем говорить против. Легко. Первое место. Больше всего мы недооцениваем, конечно, саму жизнь. Она дана нам одна, а прожигаем мы ее очень бессмысленно и неинтересно. Все эти подсчеты калорий, здоровый образ жизни, йога и пробежки совсем не гарантируют долгую комфортную жизнь. Хотя бы раз в год нужно проходить полное обследование у врача, но делают это лишь единицы. По молодости мы пичкаем организм всем, чем только можно, переутомляем его. Банально, даже зимой ходим без шапки. Зато в более зрелом возрасте не найдется человека, который бы не жалел, что ради секундных удовольствий или из-за глупости ему приходится возиться со своим здоровьем. Молодые девочки кричат о том, что жить нужно на полную катушку, зато потом незапланированная беременность или различные болезни. Банально, мы даже не ценим воду, которой в мире явно не хватает, а у нас она течет в унитазе. Жизнь, состояние очень странное, неоднозначно, но одно сказать можно точно, ее недооценивают. И вы смотрели самый народный топ в мире, топ 5, дай 5, вел его я, Ликер. Подписывайся на канал, ставь Луизу под это видео, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать ни одно новое видео. Вступай в нашу группу ВКонтакте, именно там можно голосовать в топах. На этом у нас все. Цени свою жизнь, делай уроки, заправляй майку в трусы и ешь поменьше сладкого. Я буду рад, как человек, который ценит свою жизнь, если ты поставишь лайк под это видео. А также предлагаю посмотреть тебе 10 самых сумасшедших рекордов скорости и новую порцию мыслей, о которых ты не догадывался.